Друзья, лежу я тут на природе и поняла, что это одно из самых сложных упражнений. Просто лежать, ничего не делать, ни о чем не думать, слушать ветер, слышать шелест листьев, чувствовать этот самый ветер. Самое сложное, да, это ни о чем не думать. Я себе записала несколько моментов, почему так важно и откуда у меня вообще эта привычка, тоже внедренная, специально внедренная привычка, чтобы, если есть такая возможность, то ложиться в горизонтальное положение и лежать ничего не делать. Сколько есть возможностей. На самом деле это может казаться, что там долго будешь лежать, ну минут 20-30 это максимум. Потом захочется встать и уже ощущение, что как будто бы даже поспал. Но это при условии, что ты выслался днем. Я записала следующие вещи. Значит, это гравитация. Я периодически повторяю, что надо очень четко понимать, что гравитация оказывает на нас колоссальное влияние, потому что представьте, что ваши органы в течение дня как будто бы носят невероятные тяжести. Это очень похожая ассоциация. Очень тяжело снабжать кровь наверх, в сторону головы. И получается, что когда вы ложитесь в горизонтальное положение, крови гораздо проще, соответственно, циркулировать по сосудам в сторону головного мозга. И для всех сосудов это прям благоприятно. Для сердца то же самое. Если вы ложитесь, то вы можете почувствовать различные боли. Вот прям, знаете, есть даже такое в конце вечера, ты ложишься и просто там ты чувствуешь тяжесть этого дня. Вот. Если вы ложитесь то же самое, как бы днем, тоже можно почувствовать тяжесть в различных местах своего тела. Комары. Комары. Я успела, кстати, до комаров полежать. Вот. Только шелест листьев, мухи. Мухи они не кусают. Ну, здесь не кусают. Вот. И в районе грудины, там, где сердце у нас получается, вы тоже можете почувствовать тяжесть. Это, знаете, там, где, соответственно, между, там, как вам лучше сказать, где лопатки. Вот. То есть, где лопатки, там, там, где позвоночный столб. Если вам там чувствуется боль, то это как бы там все. Это на самом деле тоже такое место, так себе. Там чаще всего возникают грыжи, и вот это все, вот это вот все. Вот это вот все. Соответственно, поясничный отдел, это прям отдельное, шейный отдел. Ну, то есть, понимаете, да, что у нас с вами полностью... Так, сейчас мы комара отгоним. Вот. У нас с вами полностью вся тяжесть дня, мира ложится на наш с вами позвоночный столб. Вот. И, то есть, насколько важно, чтобы тоже здесь вы приняли горизонтальное положение и могли немного помочь своему телу просто передохнуть. Вот просто как будто бы вы несете тяжелые сумки, и представьте, что вы их поставили, и просто вы сидите, отдыхаете. Вот то же самое нужно, получается, нашему организму. Дальше. Почему я про область лопаток сказала, что там сердце, соответственно, почему-то тоже редко об этом говорится, что вообще-то сердце очень даже... Не просто нужен отдых, типа, посидеть. Ну, если вообще нет другой возможности, то хотя бы присесть. Да, это идеально. А еще лучше прилечь, потому что именно сердце, мы все знаем, выполняет колоссальную работу, и ему тоже бы хорошо вот в таком положении побывать. Тоже циркуляция крови, вот это все гораздо легче будет. То есть, если есть возможность в неделю хотя бы несколько раз, пусть не каждый день хорошо, но в неделю хотя бы несколько раз ложиться в горизонтальное положение, принимать где угодно. Вот я сейчас на природе, так получилось. Дома. Есть отдельные, конечно, темы офисов и прочие. Есть офисы, которые вполне себе... Ну, там все зависит от человека, где иногда, правда, есть такая возможность. Просто это дело привычки. Переходим еще раз к сосудам крови. Про головной мозг и про клетки. Тоже очень редко говорится, что упоминается о том, что не только нужно снабжать кровью головной мозг, соответственно, ну, там, кислород, питание, да, но вообще-то нужно еще вычищать мусор. В смысле, это, естественно, делаем не мы с вами силой воли, давайте вычищать мусор. Это все, слава богу, автоматизировано, иначе бы мы с вами так и не дошли до этого. Как, знаете, со сном. То есть, вот, бывает, что пока совсем не вырубят, мы готовы там до конца зависать в телефоне, и вот. Теперь представьте, что если бы это не было автоматизировано, мы бы с вами занялись бы генеральной уборкой своих клеток как-нибудь потом. Так вот, получается у нас, что необходимо вычищать мусор. И вот про сон мы начали. Смотрите, представьте себе, вам нужно, вот просто представьте себе некий ваш день, обычный день, ваше жилье, где вы живете, жилище, некое там, комната, это уголочек какой-то ваш, неважно, или гигантский у вас дом. Просто вам нужно, представьте, сделать генеральную уборку, не просто пыль протереть, а прям хорошую генеральную уборку. Вам нужно потом закупить продукты, занести продукты, всё разложить, приготовить, всё это снабдить. А потом ещё вам нужно, представьте себе, отдохнуть, полноценно отдохнуть. И всё это примерно за 8 часов. Это я сейчас про сон говорю. То есть представьте, какая колоссальная работа. И это только всё, что касается клеток головного мозга. А про остальное тело там молчим, да, там тоже полным-полно всегда работы. Почему именно про клетки головного мозга? Потому что это всё напрямую. То есть кто из нас не чувствовал ощущение такой чугунной головы или ощущение, что что я делала этой ночью, я вроде бы спал. Даже бывает, что ты там спишь нормально, но всё равно, да, вот как бы непонятно, что это было вообще такое. Что это было? Ты просыпаешься. Но вот где-то что-то не успели. Всё как в жизни. Там тоже бывают косяки. Вот. Поэтому можно где-то немножко догнать, почиститься, воды попить побольше в этот день, чуть-чуть полегче еду поесть, ну, немного помочь своему организму и где-то дать всё-таки выполнить генеральную уборку нормально, там, выходной день, полежать, отдохнуть и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, если есть возможность, то мы с вами принимаем горизонтальное положение, лежим, ничего не делаем, ни о чём не думаем. И я повторюсь, это правда, то есть я же, ну, я не шучу, это правда одно из самых сложнейших упражнений. Потому что мы с вами какие? Вот нам скажи, вот сделай вот это, вот это, вот это. Да, пожалуйста. Ну, там, если особенно умеем, знаем мы, и силы есть, то вообще в лёгкую. А скажи нам просто лежи, ничего не делай 30 минут, мы как бы задумаемся. В смысле ничего не делай? Может быть, об это время мысль какую-нибудь подумаю? Мне же нужно ещё жизнь обдумать, у меня идеи, у меня то. Поэтому реально очень сложно лежать и ни о чём не думать, не думать. И вообще позволить себе где-то прилечь. Такой, что? У меня полно дел. Поэтому можно как раз вспоминать, что у вас полно дел, и у вашего организма тоже полно дел. Не будете помогать ему проводить генеральные уборки и снабжать продуктами в вас же самих, и, соответственно, давать отдых, то потом, как это, не обижайтесь на свой же организм. Будет мстить. Я сейчас ещё подумала, что я покажу, как это делать. Упражнения, знаете, у меня столько упражнений я показываю, но не показываю, как нужно лежать и ничего не делать. Идеальное, сложное упражнение. Сейчас запишу краткий кусочек. У меня тоже, знаете, хороший признак того, что после хорошего пробуждения, после хорошего сна есть какая-то ясность мысли, но ты такой, как будто, как немножко ребёнок такой. Что? Кто? Где? Вот у меня сейчас похожая история была. И сразу, знаете, поток мыслей пошёл. Поток мыслей. Это тоже кровь притекла, снабдила всё, и теперь мозг обдумывает всякие идеи. Пошла я обдумывать. Но вначале запишу вам, как лежать и ничего не делать. Не делать-то ладно. Главное, тема мыслей, это самое сложное. Не думать. Поэтому, конечно, идеально. Хотя, вот смотрите, я сейчас нахожусь в такой черте города. В смысле, у меня тут дети рядом бегают. Я бы не сказала, что здесь прям тихо. Но тренироваться, сосредотачиваться на именно ветер, шелест, листья, вот это всё. Это такая тренировка, правда. Можно это пробовать тоже делать. Вот. Пойду записывать вам видео. Спасибо. Спасибо.